Решите неравенство. Десятичный логарифм квадрат от х плюс десятичный логарифм от х минус 6. Все это меньше либо равно чем 0. Для начала перепишем. Десятичный логарифм квадрате от х плюс десятичный логарифм от х минус 6. Все это меньше либо равно чем 0. Для начала рассмотрим область определения. Так как у нас есть логарифм, отсюда следует, что подлогарифмическое выражение должно быть строго больше 0. Нарисуем числовую прямую и отметим наше решение. Больше нуля это правее. Заштрихуем наше решение. Такое неравенство проще всего решать через замену переменной. Пусть десятичный логарифм от x равно t. Тогда t квадрат будет равняться десятичный логарифм в квадрате от x. Воспользуемся заменой переменной. Тогда у нас получается t квадрат плюс t минус 6. Все это меньше или равно чем 0. Решим полученное квадратное неравенство по методу линейных интервалов. Разложим левую часть по формуле разложения квадратного трехчлена. ax квадрате плюс bx плюс c равно а умножить на x минус x первое на x минус x второе. Где x первое и x второе это корни квадратного уравнения. Эту формулу полезно знать. Найдем корни квадратного трехчлена через теорему Виета. Сумма корней t1 t2 равна минус b деленное на а. В нашем случае минус 1. Произведение корней t1 t2 равно c деленное на а. В нашем случае это минус 6. Это у нас система. Проще всего подбирать корни через произведение. Минус 6 можно задать с помощью цифр минус 3 и 2. В этом случае сумма корней равна минус единица. Значит такие корни нам подходят. Воспользуемся формулой разложения квадратного трехчлена. Тогда у нас получается t минус 1 корень. Получается плюс 3. На t минус второй корень. Минус 2. Все это меньше либо равно чем 0. Нарисуем числовую прямую и отметим наши нули. Это точки минус 3 и 2. Обе точки у нас закрашены, так как неравенство не строгое. Расставим знаки при помощи метода линейных интервалов. Для этого рассмотрим первый интервал. От минус бесконечности до минус 3. Возьмем любое число. Скажем минус 100. И поставим его в нашу формулу. Тогда первый множитель и второй множитель будут отрицательны. Итоговый знак произведения будет плюс. Рассмотрим второй интервал. От минус 3 до 2. Возьмем любое число с этого интервала. Скажем 0. В этом случае первый множитель меняет свой знак на противоположный. В результате произведения итоговый знак будет минус. И последний интервал от 2 до плюс бесконечности. Возьмем 10. Тогда все наши множители будут положительны. Итоговый знак на этом интервале плюс. Нас интересует меньше нуля. Это там, где минус. То есть от минус 3 включая до 2 включая. Запишем наше решение при помощи неравенств. Тогда т будет больше либо равно чем минус 3. Ит меньше либо равно чем 2. И это у нас система. При пересечении которой мы получим нужный нам интервал. Сделаем обратную замену. Вернемся к иксам. То есть вместо т мы пишем десятичный логарифм от х. Тогда в первом случае десятичный логарифм от х больше чем минус 3. Во втором случае у нас получается, что десятичный логарифм от х меньше либо равно чем 2. Это система. Преобразуем правую часть. Тогда у нас получается десятичный логарифм от x больше либо равно, чем десятичный логарифм от 10 в степени минус 3. Таким образом мы задали минус 3. Во втором случае у нас получается десятичный логарифм меньше либо равно, чем десятичный логарифм от 10 во второй. Тем самым мы задали цифру 2. Перейдем к подлогарифмическим. Получается в первом случае x больше либо равно чем 10 в минус третий. Во втором случае x меньше либо равно чем 10 во второй. Это система. Преобразуем правые части. Тогда в первом случае x больше либо равно чем одна тысячная. Во втором случае x меньше либо равно чем 100. Нарисуем числовую прямую и отметим наше решение. Обе точки у нас закрашены, так как неравенство не строгий. Решение первое. Х больше чем 1 тысячная Это правее Второе Х меньше 100 Это левее Найдем пересечение Также не забудем про ОДЗ Х больше 0 Найдем пересечение ОДЗ и нашего решения Запишем ответ Х принадлежит интервал От 1 тысячной до 100 Включая концы Задача решена Спасибо за внимание Не забывайте подписываться на наш канал И ставить большие пальцы вверх